друзья привет в этом видео хочу вам показать mercedes и бмв что продается новая в салона какие модели доступны потому что допустим на том же рынке аль авир доступны и g63 g500 и вообще разнообразие блещет бмв и новые и предыдущего поколения 19 20 21 22 года все есть хочу узнать что продается у дилеров просто для сравнения дизелей к сожалению особо не будет наверное вообще не будет единственно дизельные автомобили можно будет найти только бушными привезенными из сша либо из европы но это не официального дилера посмотрим что продается официалов пошли это gt 430 точнее 43 чиснули убрали 22 года не 23 стоит 644 тысячи дирхам то есть это под 15 миллионов только себестоимость здесь в салоне новая джей максималки таком салоне элементы карбона пахнет как не в митсубиши митсубиши конечно это вообще было караул очень классная тачка стоит у соседа у меня на парковке подземной вообще каждый раз осматриваюсь но там допустим бушные варианты двадцатого года стоят в пределах там 8 миллионов там с пробегом 30 а здесь только 15 сама машина еще привезти растаможить то есть это будет там в районе под 20 миллионов полностью электрический мерседес еку с 53 4 м двадцать третьего года в м джи пакете такой красавчик тоже максималки все будет а м джи даже ешки какие-то простенькие мерседесы допустим там я вижу что допустим целая с не будет вот он стоит 778 тысяч то есть он почти 20 миллионов стоит 22 года такого можно найти нового там с пробегом до 1000 то есть он чисто по рынку катался может быть где-то цена будет 500 тысяч дирхам то есть примерно 12 миллионов вот можно будет поискать такие варианты то есть тоже по москве катаются люди покупают такие вот красавчики панель конечно вообще сумасшедшая доводчики все работает колеса а резина наверно стоит просто караул так 275 ширина то 35 высота 22 радиус 22 то есть электрических мерседесов очень много еку и к сожалению выключен такой вот кроссовер такой вот кроссовер есть за 400 тысяч дирхам то есть он стоит там 10 миллионов себе стоимость и но это джи лси то джи лси просто электронный 400 красавчик отличают сразу и диски очень красивый такой красавчик на электричестве хотелось бы затестить сколько едет эти голубые полоски фаре колеса отличают их ну и на переднем правом крыле и куси так ешка 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 бюджетная но на купе хам высота 357 тысяч 357 тысяч то есть где-то 8 миллионов на стоит новая уже видите по фаре самое новое поколение очень классная . если вас интересует цена вас интересуются на запросы под видео оставляете классика бензин никого электричества нету панорама конечно очень шикарно еще в мерседесах бмв интересно крышка гремит вот потому что вот у них болезнь не знаю какого года не была тачка у них у всех гремит крышка которая я вот у тебя люк открытый у тебя крышка отъехала назад и она гремит на кочках сколько бы не стоила у вас тачка и не знаю там что за модель у вас там джи лс у вас там какой-нибудь x5 x6 везде гремит я не знаю почему не могут поправить здесь бюджетные автомобили они там как бы просто что они есть что не продаются показывают так конечно такие машины не особо актуально вести их избирать тем более вот эти вот автомобили по очень приятной цене несколько сотен тысяч рублей продаются на правом руле в японии там двадцать первого двадцатого года заходит в очень приятные деньги для сравнения можете спросить у наших ребят то есть там допустим на джи лси но вот этой электронной только на бензиновую версию цены разнились почти миллион там 800 900 тысяч была цена между левым правым рулем на бушный вариант один из кореи другой из японии на правом руле то есть практически миллиона там но машина стоит в пределах там трех миллионов рублей то есть ну прям миллион чувствуется поэтому как бы когда вы берете не топовый mercedes не топовая бмв или audi имеет смысл сравнить с праворульной версии потому что цена очень приятно удивит на правую руль mercedes тоже не брезгует принимать на комиссию автомобили возможно он новый ну хотя нет видите уже что-то заполировано в общем бушные машины тоже продаются здесь и mercedes не не гнушается брать на комиссию продажи автомобиля возможно стройды на так это у нас майбах посмотрите как он разрисован то есть по моему для пустыни вообще идеальный вариант правда колеса немножко похожи на штамповки вообще по неудачно модель стоит миллион шестьсот восемьдесят три то есть умножаем на два и у нас полгода на 2.2 то есть у нас получается где-то почти так 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 40 миллионов что я включал калькулятор вернулся в общем 35 миллионов себестоимости то есть где-то 40 миллионов будет такой вот малыш стоить в россии так хочу у него так но у него салон тоже светлый то есть ну потому что как бы мы в эмиратах то есть чтобы он не нагревался то есть он 6 литровый но последний наверно закрыт да окей классическая с к 223 те так 777 то есть нет примерно 18 миллионов до 500 такая вот красотка на красном салоне 3 литра но это бензин винтурбо дизелей нету дизеля это европа дизеля это корея дизеля это америка это в америке их маловато но не все-таки есть но америка самый слабый вариант по привозу таких машин так мерседес 580 так что у нас здесь 817000 то есть он стоит примерно 19 миллионов рублей тоже белый салон абсолютно вообще вот у меня здесь полное понимание зачем это нужно 4 литра тоже бензин сразу же ценю в гору продаются там мерседесы буш сейчас пойдем посмотрим нету гелька нового почему-то ну вот наверно есть сейчас посмотрим бушный вариант это был 63 63 вообще нету проблем майбах джелая с майбах цены нету 4 литра красавчик то у нас просто джелая с на 63 до 63 с стоит 850 то есть 20 миллионов рублей его себестоимость где-то 24 будет 25 стоить в россии красавчик белом салоне так новенький гли е все-таки красивая машина и по-моему они сделали более силовую тачку чем их 653 516 тысяч дирхам то есть он стоит 12 миллионов рублей только себестоимость 3 литра бензин twin turbo красавчик красно-черный крыша все mg есть попроще на у других дилеров то есть смотрите несколько дилеров вообще существует но это у каждого бренда кто более-менее серьезно воспринимает рынок эмиратов то есть есть более бюджетные салоны где-то попроще комплектации не mg там не будет жила с а там будет там ешки цешки и прочим белый 53 669 тысяч то есть где-то там 12 миллионов тоже красавчик серый с черным очень будет смотрится так то есть железь тоже как он 450 наверно к сожалению выключена на светлом салоне . до 450 костян привет вот смотри новая машина для тебя ожидают как бы уж обновляться в 250 два литра так вот тут все ну да не альфард конечно очень все шикарно шторочки смотрите как все затемняет вообще просто шикарно все черное и когда у тебя вот там пекло 40 очень классно залезть в эту черную прохладную машину 455 ну то есть это там 12 миллионам там 11 500 11-12 миллионов стоит вот такой вот автомобиль 2 литра всего лишь очень мало для такого большого автобуса он размером как гранейс ну то есть он очень большой 2 литра всего мотор но кей им виднее что делать очень стилёвый так ребят ну в принципе все гелика не стоит гелика не стоит на продаже то есть они вот есть у ребят их соседей то есть там вообще такой выбор 6 3 их там что там 500 и 550 но официала гелика нету почему-то ну там стоит но он номерах то есть он он чей-то то есть либо на обслуживание приехал друзья салон бмв посмотрим что продается в новых бмв на рынке аль авир на котором я был а здесь еще не был я видел уже новые двадцать третьего года бэхи x7 бэху семерку в общем новый модельный ряд есть в дубае в эмиратах сейчас посмотрим что официала можно залезть посмотреть дизеля опять не будет и кстати говоря внятного ответа я не могу найти почему дизельных моторов так мало в дубае если вы как бы в теме вы в курсе напишите пожалуйста внизу в комментариях пошли смотреть ребятам с первого взгляда салон бмв но как бы попроще чем mercedes но здесь больше людей больше машин здесь какая-то движуха здесь какая-то жизнь в общем все поинтереснее так ну что вот бэхи x1 самое последнее ладно это не так интересно потому что здесь но x5 это предыдущего поколения вы посмотрите посмотрите что за красная красотка стоит это бэха xm та самая которая будоражит сейчас весь youtube посмотрите в каком цвете вау 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 просто пущечка уже доступно к заказу 44 можно даже сесть да ладно не закрыта как мерседесе вау так встречает нас давайте закроемся давайте немножечко создадим интима с этой машиной так ну потолок обратите внимание вообще все топово сенсор сейчас моим тут пальцами все заляпаем но чуть-чуть обновленная система посмотрите вот сюда м1 м2 это что это это наверное как спорт спорт плюс да я думаю это так есть вот но что очень все круто кнопочки что-то обновленное допустим музыка не обновленная печку печку они зашили видно сюда полностью потому что и отсюда убрали вот ну в общем крутая тачка потолок алеконтара так это что как у нас отъезжает как отъезжает хочу 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 брать ну ладно ну что вилкинс музыка очень круто колеса просто произведение искусство вот такая вот красотка стоит вообще в центре зала у нее тут отдельный подиум очень эффектно смотрится сколько стоит пока нету цен сейчас найду планшет и посмотрю ну конечно затмевает она все огромная просто огромная и цен быстрая 3 чем-то секунды они обещают разгон до сотни открывается багажник она же электрическая у нее она пи и чиви у нее есть есть моторчик электрический то есть она мало того она получается на турбинах 4 4 бензинового туре ого тут какие ниши доводчик смотрите зарядку куда они спрятали type-c вау управление печкой тут у нас нас тут особо ничего нету но потолок ромба видны и я так понял он не убирается он просто посвечивается очень очень круто рядом стоит xm белая с черными элементами ну конечно красная притягивает внимание белая просто теряется но выглядит тоже очень стилёво но не так прикольно я бы брал бы если xm то ну какую-то красную и другие у них есть прикольные цвета все тоже самое потолок ромбиками 10 коричневая отделка комбинация везде ромбики им очень почему-то нравится даже на ручке ручки ручки простые не такие как у мерседеса которые топлены в двери и которые отщелкивают когда вы прикасаетесь кнопки и позволяет вам открыть дверь стопы очень очень круто выглядит все геометрически то есть все каким-то углами ромбиками то есть ушли в такую геометрию прикольная машина xm две штучки стоят напоминаю 489 сила кпп 8 ступени 145 гибридная установка 25.7 киловатт часов может двигаться только на электротяге лошадей стало меньше за счет того то что добавить гибридную установка эта тачка все равно делает свои три с копеечкой секунды до сотни так ребята x5 но это предыдущего поколения не особо там супер интересно все это уже давно продается в россии доступны и авто точка ру на дроме и даже 23 года уже модели уже продаются в принципе какое-то время наверно с начала года уже заехали первые экземпляры x7 3 литра но это бензин на новой оптики на новых мониторах нету планшетов поэтому непонятно сколько стоит они тоже взяли политику ты спрашиваешь у дилера так тоже тебя встречал крышу смотрите какая семиместный 7 тоже обновленная приборка как и в сэм навигация но тоже все сделано это управление воздуховодами прикольненько так вот здесь вот уже harman не wilkins так это что бмв это это вообще как это что это что такое ну как бы без шуток но это стоит в салоне никто этим не занимается это просто она отклеилась или что произошло что такое все починил починил бмв можно сказать скотчем подключенная тачка вот что редкость здесь вот они тоже тайп си спрятали сюда вот можно кронштейн какой-нибудь на рак крепления телефона или вау можно делать вечно она отходит туда вообще просто кайф седьмая окей так что тут еще интересного кабрик это у нас что 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 в им пакете это у нас я вот не особо разбираюсь кабриках м4 наверно кабриолет могу ошибаться четверка без м бмв за 4 мы такую одну привозили тоже для эмиратов это просто волшебная машина вообще любой здесь кабриолет ночью тебе дает очень яркие эмоции от города можешь смотреть вверх небоскребы красивые на пальмы на все что происходит еще в воздухе потому что здесь очень много жизни выше выше асфальта то есть я говорю про небоскребы красотка новая нету планшетов непонятно чего сколько стоит но я сейчас найду планшет и посмотрю цены потому что мерседес вообще просто свободно вот тебе цена а здесь нужно интересоваться так давайте посмотрим x5 тем компетишен это предыдущая предыдущая модель 6000 то есть немножечко был не не гнушаются до принять на комиссию 44 литра ценника нет на 600 тысяч до дирхан да точно прайс 600 ну что грубо говоря где-то 13 с половиной 14 миллионов рублей вот такая вот она стоит вот здесь вот с учетом там привоза в россию это будет по 20 миллионов примерно но я хочу узнать цену он за те новые машинки так что двадцатая пятерочка это предыдущего поколения ай икс этого тоже новенькая машина посмотрите вот с такой передней частью немножко не понимаю смотри как они сделали монитор и вообще почему не закрыли это пространство вау как все открывается как все сделано посмотрите на этим бриллианты вау ты 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 но прикольно посмотрите как как все сделано все кристаллами заклеили чтобы не зацарапали но ну ну прям классно классно обновили все обновили молодцы руль такой уже измененный какой-то все таки я думаю они придут к тесле они срежут вот эту часть и рули будут у нас такие вот к в компьютерной игре панорамная полностью без каких-либо половинок ну просто панорама не открывается сожалению все сенсорная классная тачка прям вот эти вот решения так а как вообще она открывается сейчас якобы бешуток все на кнопочку интересно ну-ка еще раз удобно или нет вообще да удобно доводчик есть до наводчик есть задний ряд тоже везде ромбики прослеживаются два тайп си давайте багажник посмотрим тоже гибридная ну как бы салон вообще даже мне кажется поинтереснее чем у xm или у бэхи семерки которая стоит позади меня ну вот эти вот всякие фишечки кристаллы кнопочки из кристаллов ну вот прям прям прикольно зацените как-то будет все со стороны бмв 740 ай то на бензине на бензине у нас малышка у нее 526 сил у нее 375 сил потому что есть еще версии на 4 4 о ромбиками как это круто смотрится это еще меняется настройках сто процентов красотка такая вот красотка все удобно все красиво бы мощный стиль для открытия бардачка ромбики сиденья ух ты там какой монитор для заднего пассажира вот очень удобно сидеть тоже все кристаллами сделано так и как ты открывала ну вот вот они сделали вот здесь вот кнопочка ты нажимаешь и эти дверцы открывается сейчас посмотрим как сзади зимой еще эти машины не были доступны для продажи свободно и куда-то там в другие страны вот и сейчас они доступны что xm который стоит в конце зала просто бардачки так но здесь все в мониторе но я не знаю как он включается здесь вот что это что это у нас а это управление климата ну места много сидеть классно знаете недавно сидел в сенчуре мы снимали обзор и как-то вот как-то там вот по-другому было здесь конечно покруче вот в общем подушечка у тебя вот это вот классненькая сейчас то есть ты в принципе но монитор с кнопки убирается ты можешь смотреть что происходит вот с этого места лучше вот этого не за водителем сеть смотришь что происходит на дороге ты можешь вывести камеру сюда ты можешь вывести телевизор ты можешь ну то есть интернет в общем у тебя тут полный фарш но прикольно то есть работаешь что-то чилишь смотришь телевизор в общем кайфуешь здесь тайп си нету но где-то где-то стопудово есть в общем дорого-богато и нету цен нет цен кстати здесь помогает открывать двери какой-то доводчик потому что дверь тяжелая но открывается очень легко то есть что-то там помогает здесь ручки спрятаны и чё даже багажник откроется вау крутяк запаска есть еще версия на 44 моторе 526 сил восьмиступенчатые автоматы стопики но они сейчас везде прослеживаются колесики очень крутая машина сколько стоит почему нигде нет цен так а вот x4 только что я подкатили может быть на выдачу клиенту цель нету не понимаю почему нигде нету цену цвет бомба вообще сейчас популярен даже rolls ройс кулина на делают в таких 35 тоже антихром сразу сделано заморачиваться также в уголочке стоят мини куперы такие красивые кто не знал это бмв такие красавчики а вообще раритет вот этот вот ну точнее ретро стиль очень мне нравится без доводчиков очень стильно немножко мерча от мини кстати говоря вот они на правом руле стоит не так дорого поэтому если вам нужна прикольная машина которая прям бросается в глаза на который хочется смотреть который на который хочется оборачиваться ты кайфуешь когда ты подходишь открываешь дверь садишься мне это б бмв мини купер хотел сказать это мини и они стоят недорого это также как volkswagen эти машины очень видны они недорогие на правом руле их можно привести скорее но сразу цена на сотни тысяч дороже поэтому рекомендую вам если вы собираетесь там потратить там где-то от 850 там до 2 миллионов это если говорить про country club то но про самого большого миника рекомендую вам сначала узнать цен на правом руле наши ребята специалисты вот во всяких интересных тачках поэтому вставляйте запросы обязательно посчитаем предложим просто сравните правы ли руль и будете приятно удивлены ценой разницей друзья бмв порадовали новые модели новая семерка бмв x7 xm даже была вот в общем реально больше жизни пусть немножечко визуально попроще выглядит шоу-рум но машины люди как работают менеджеры вообще просто бмв красавчики друзья все вот эти автомобили можно будет заказать из эмиратов к сожалению дизелей нету дизеля только из европы либо из америки либо из кореи можно будет заказать также доступны новые x7 какие-то популярные цвета там черный белый они есть наличие если вы хотите какие-либо цвета там знаете ну что-то цветное уже надо будет подождать на каком-то салоне надо будет подождать в общем все вопросы можете задать внизу нашим менеджером под этим видео будет ссылочка ребят напишите вообще что планируете по себе прикупить в двадцать третьем году в двадцать четвертом году возможно будете обновляться что это будет китаец европеец японец или кореец будет интересно почитать ребят жду от вас лайк подписку на канал пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля